Каждый хоть раз в жизни слышал выражение «карьерная лестница». И даже сейчас, когда я озвучил это словосочетание, то вы, скорее всего, представили некую крутую представную или винтовую лестницу с людьми, которые забираются по ней на вершину. А вершина этой лестницы теряется где-то далеко-далеко в облаках. Образ пусть и примитивный, но в целом отражающий суть вещей. А теперь подумайте о том, что видит ваш сотрудник, который находится на этой лестнице где-то посередине. И вдруг решит посмотреть наверх, чтобы разглядеть, а что там впереди, что там выше, что дальше, какие перспективы его ждут. Прошу вас, продолжайте. А видит он прямо над своей головой задницу, стоящего над ним на этой лестнице начальника. Причем задница эта обширна и закрывает с собой все перспективы и горизонты. И ничего, кроме нее, не видно. И выглядит эта копилка вполне себе молодой и бодрой. Начальник явно в ближайшем будущем не собирается на встречу к апостолу Петру, да и на пенсию ему тоже пока рановато. В общем, тоска и никаких надежд на быстрое продвижение. Твою дай мне! И тогда начинает ваш сотрудник грустить и поглядывать по сторонам. И рано или поздно соскочат с вашей лестницы в поисках других вариантов. А вам придется искать и готовить нового сотрудника. Тратить на это время и деньги. И все потому, что вы позабыли про очень важную штуку, которая называется карьерное планирование. С вами канал Справочное бюро предпринимателя. Начинаем! Образ карьерной лестницы с нависающей над головой задницей начальника мы привели не просто так. Это только вам, как руководителю. Сверху видны все перспективы вашего сотрудника. Вы знаете про планы вашей компании и про то, какие проекты вот-вот запустятся. Какие филиалы откроются и какие интересные задачи скоро появятся. И очень может быть, что именно этого вашего сотрудника вы и видели в роли руководителя нового проекта. Но ему вы об этом вовремя не рассказали, поэтому и потеряли его. Заодно и поставив под угрозу планы развития вашего бизнеса. Чем дальше, тем больше ваш персонал превращается в самый главный, самый ценный и трудновосполняемый актив. И этот актив нуждается в правильно выстроенной системе. Не только денежной, а особенно неденежной мотивации. Об этом мы говорили в предыдущих видео. Для развития необходимо карьерное планирование и создание кадрового резерва. Для начала нужно выделить тех ваших сотрудников, которые для вас наиболее ценны. На которых основано благополучие вашей компании. А еще важнее выделить тех, кто подает особые надежды. Кто имеет явные перспективы роста. Далее нужно внимательно изучить их возможности. Сильные и слабые стороны. А также предпочтения и стремления. Изучили. Теперь становится понятно, какое обучение им необходимо. И какие способы подойдут для этого лучше всего. Так называемый цикл обучения всегда одинаковый. Обучились. Применили изученное на практике. Сделали выводы. Поняли чего еще не хватает. И пошли учиться дальше. Все по кругу. Но фокус в том, что разные люди предпочитают начинать этот цикл с разных этапов. Кто-то любит сначала засесть за учебники. А потом осторожно что-то сделать. Кто-то наоборот предпочитает смело взяться за новую задачу. И уже в процессе ее исполнения понять. Каких именно конкретных знаний и опыта ему не хватает. Последний вариант получается быстрее. Но и рисков больше, конечно же. Управлять процессом развития ваших сотрудников придется с индивидуальным подходом к каждому. Но обучение это еще не все. Помните, недавно мы рассказывали про должность заместителя. Это тоже отличный инструмент для мотивации и развития персонала. Дайте вашему перспективному сотруднику немного постоять на месте своего начальника. Чтобы увидеть картинку его глазами. Сразу и перспектива становится шире. И сразу появляется понимание того, куда расти и к чему стремиться. А еще более полезно дать сотруднику возможность увидеть всю картину в целом. Оторвите его от созерцания, нависающей над ним задницы начальника. И пригласите обсудить в команде перспективы развития компании в целом. Правильно организованная стратегическая сессия не только позволит вам услышать новые мнения и предложения. До которых вы сами никогда, может быть, и не додумались бы. Но и является отличным мотиватором для ваших работников. Теперь они будут понимать, ради чего они работают. И какие возможности для них откроются в ближайшем будущем. Стратегические сессии и вообще обсуждение с персоналом долгосрочных планов. Штука полезная. Хотя чаще всего они превращаются в формальные и скучные мероприятия. Но тут уже от вас все зависит. Если сейчас вы думаете, что все это применимо только в крупных компаниях и корпорациях, то вы ошибаетесь. И вот вам пример. Представьте, что вы открыли небольшой магазин и наняли туда менеджера. А также неопытную молодую девушку-кассира. Девушка-кассир старательная, но работа скучная и перспектив вообще никаких. И вот, если вы поделитесь с ней планами открыть еще несколько таких магазинов, а еще попросите ее научиться в качестве заместителя, исполнять и работу менеджера в его отсутствии, конечно же за дополнительную плату, то все станет гораздо интереснее. Сразу появятся и перспективы роста, а с ними уже соответствующий уровень мотивации и желания развиваться. И когда вы откроете второй магазин, у вас уже будет почти готовый, молодой и целеустремленный менеджер для него. А где два магазина, там рядом и торговая сеть. А с нею и новые возможности. Именно так начинается карьера. Постройте с самого начала систему создания и развития вашего кадрового резерва. И вы получите дополнительные возможности для роста вашего бизнеса. И тогда смотреть на задницу начальника вашим сотрудникам придется гораздо реже. Именно этого мы вам искренне желаем. Ну что же, на сегодня все. Спасибо, что смотрели. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал Справочное бюро предпринимателя. А также нажать на колокольчик, чтобы не пропустить еще больше полезной информации. Увидимся.